Знать о вакцинации и правильно преподносить информацию. С таким посылом прошла первая встреча актива общественных организаций, социальных служб Самарского района и медработников города. Особое внимание людям старшего поколения, которых на попечении у социальных служб большинство. Люди серебряного возраста особенно уязвимы во время пандемии коронавируса. Если брать в общем по городу, население 65+, провакцинировано 61%, чуть больше 60%, наша цель провакцинировать 90% населения. Потому что, как сказал Александр Владимирович, это самая ценная категория, здоровью которой нужно уделять больше внимания. Слухи, домыслы, искаженные факты иногда становятся причинами отказа от вакцинации. Многие боятся осложнения после прививки. Для того, чтобы развеять мифы, медики детально разбирают каждый случай, чтобы в последующем активисты смогли рассказать своим подопечным о пользе вакцинации. Весь опыт многотысячный в вакцинации, не многотысячный, а уже по сути дела сотен тысяч людей старшего возраста, он показывает, что хотя мы опасались, вакцинацию они переносят существенно легче, чем люди молодые. Вот первое, что я хочу сказать. А второе, то, что наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а наоборот показанием для более срочной вакцинации. В большинстве случаев. В организации Валентины Мухортовой привились практически все подопечные. Но на этом работа не заканчивается. Благодаря таким встречам профилактика пойдет еще успешнее. Надо прививаться, потому что мы же встаем с этим и ложимся с этим вирусом. И все знают, и все боятся. Я вот даже в доме своем знаю, что многие привились. Очень многие. Такие профилактические встречи с районными активами общественных организаций и соцслужб продолжатся и в будущем. Сейчас в планах у специалистов посетить все районы Самары, а также устроить общегородскую встречу. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.